Феофан Грек, Данил Черный, Андрей Рублев. Эти великие мастера иконописи творили столетия назад. Последние десятилетия к этому направлению вновь появился интерес. Подтверждение тому уникальная выставка, которая открылась в Чувашском государственном художественном музее. Знакомиться с прекрасным отправилась Юлия Важенина. Следуя вековым традициям, именно так называется выставка Мастерской церковной исторической живописи Санкт-Петербургского академического института живописи, культуры и архитектуры имени Репина. Это для Чувашии, наверное, огромное событие, которое за последнее время. Именно для культуры нашей, для нашего православного мира и вообще для национальной культуры. Здесь выставка представлена, на этой выставке представлены работы выпускников Академии художеств, церковной исторической мастерской. На этой выставке представлены дипломные работы, курсовые работы, копии фресок, проекты. То есть то, что касается в основном росписи храмов. Тщательное изучение истории церковного искусства, знакомства с храмами, практические уроки в них. Вот важнейшие принципы обучения, которым следуют педагоги. Студенты вуза имеют возможность обучаться на примерах классической живописи в музеях Петербурга, русском, эрмитаже, в музее и самой академии. Техника витража, мозаики, фрески древней мастера знали в этом толк. Ведь в оформлении церквей, создании интерьеров, существует своя каноническая система размещения библейских сюжетов. Всего на выставке представлено более 50 работ. Среди них есть произведения и наших земляков. Я заканчивал художественное училище в Чебоксарах, тут еще учился. И у него набрал базу такую, которая мне позволила поступить туда уже. Тут у нас очень много замечательных художников. Если чем-то заниматься, то хочется делать что-то хорошо. А если взять изобразительное искусство, то я думаю, что самое высокое, связанное с росписью храмов, это самая суть. Ведь в искусстве, если ты, например, рисуешь что-то, то ты всегда служишь каким-то силам, либо этим, либо тем. И если чем-то заниматься, то, наверное, хочется заниматься высоким искусством. Антон мечтает создать музей фресок в России. Он считает, что надо искать любые пути сохранения великих произведений иконописи. Характеризую выпускников Чебоксарского художественного училища как самых профессионально и морально подготовленных, самых дисциплинированных, самых ответственных. И это не комплимент гостя, хозяину. Это вполне ответственные слова. Это опора моей мастерской. Передвижная выставка, следуя вековым традициям, уже побывала в Череповце и Новочебоксарске. А из Чебоксар прямиком направится во Владимиросуздальский музей и Перемь. Хранители этого уникального вида искусства живут во всех уголках России. Юлия Важенина, Расиль Мухаммедов, Республика.